Я хочу коснуться одной темы, она касается паршатки ТИСО, но она касается нас ежедневно. Приводит Раши, почему евреи сделали Золотого Терца? Они ошиблись в расчете и думали, что мошер-рабей должен прийти бы сегодня, а они не посчитали один день правильно и нужно пойти только завтра, но этого было мало. Кроме того, Сатан показал им тьму в мире, а на небе показал им такой вид, как будто бы изнесут гроб на шер-рабейну и в этой тьме они как бы отчаялись и начали искать себе другого предводителя. Есть тут один очень принципиальный намек на тяжелейшее испытание изгнания во все периоды нашей истории. мы ощущаем себя во тьме, ощущаем, что потеряли дорогу, потеряли храм, потеряли наших ведущих мудрецов. не знаем, что гуляйте дольше. Нам показывают Сатана, чтобы все умерло, все умерло. Представьте себе просто пример само ощущение арабистского Зильбера, когда он после катастрофы в Европе, когда, я знаю это от него лично, он считал, что весь мир тоже полностью уничтожен. Мало того, он попадает в лагерь, а в России планируется окончательное решение юридического опроса в России тоже, процесса врачей и то, что планируется после него. По-моему, это состояние более тяжелое, чем было в пустыне, когда мужчины были, он задержался на один день. И наш учитель арабистского Зильбера нам показал здесь дорогу. Я это говорю много раз, такие вещи очень для меня важные вещи. Интересная история, когда, это было 65 лет тому назад, вечером Пурима, у них, конечно, не было в лагере мигилы, может была какая-то книжка, это я допускаю, что Абицак сумел книжку провести в лагерь, но не было кочерного свитка. Абицак с братом евреем рассказывал, что вот о Пуриме, о Пуриме, и ему говорят там, что ты вообще скажешь, байки, вот сейчас, что Всевышний спасает, вот сейчас вот Сталин заготовил в качестве решения еврейского вопроса в России, и что он с этим делать. Сказал, что Сталин может, он плоти крови, и через полчаса было, может хотеть удар. Ну, скажем, он здоров как бык, ничего не хватало, всех, кого хотел, победил. Он, в общем, всесильный, всесильный. И, как известно, через 3-4 минуты посчитали просто по часам. И это было замечательное спасение всего, весь Советского Союза от погрома, уничтожения, ссылок и гибели, короче говоря. Есть тут для нас очень большой-большой урок, и в этом уроке заключено величайшее исправление греха Золотого Терца. «Даже, когда тьма сгущается, не терять компас». Есть компас, куда нужно вести, не терять. Слышал Рамбыша первую удивительную притчу. Если я правильно помню, он привел от имени Рамбана в книге «Мородные в ухе». Вообще, где он-то пал в джунгли, он не знает дорогу. Ночь, поливной дождь, нет ни луны, ни звезд, куда идти. Но вдруг, вот молния, считанные доли секунды, молния. И можно хотя бы видеть примерно, где он находится. За это время он движется дальше. Дальше опять не знает, где дальше. Это следующая молния. Мы живем в мире, где потемки больше, чем свет. Однако, вещи нам необходимо знать. Об этом говорил Рав Пинкус как-то. Он сказал следующую вещь. Мы все знаем этот стих «Ашем мелых, ашем малах, ашем им лох ламам ваэт». Как известно, наши сефардские братья повторяют его дважды стоя перед Ашрой на Шахарит. Это не вот «Альпия Риза» это. Рав Пинкус не открыл глаза на этот стих, говорит, что нет такого стиха в Танахе. Как он сказал, наши мудрецы скомпоновали этот стих из отрывков в двух на трех местах в Танахе. Собрали их вместе. В чем смысл этого? Он сказал следующую вещь. Что человек может думать, мы сейчас живем в мире зла, в мире зла, в мире во тьме. Всевышний сейчас то, что говорил Аман Нахешмарошу. «Яшно». «Яшно», то есть он намекался в Вишни «Яшен», «спит». «Яшно анахад». А его Бог, он «спит». Не надо с него сделаться пока он «спит». Как он «спит». То есть человек может думать, что сейчас как бы Всевышний спит, как бы он поснется, все исправит. А пока наш мудрецец сказал следующую вещь. Всевышний царствовал, Всевышний царствует и будет царствовать. Он и сегодня царствует. И сегодня все происходит по воле Творца. Это очень важное знание. Чтобы не отчаивались, не падали духом. И знали, что даже когда Сатан показывает носилки, гроб Моше на небе и полную тьму, что все это испытание не более того. И принесем пример тяжелейшего испытания даже после последнего поколения. И основатель анти-религиозного сионизма Тодор Герцель. Он в 1897 году возгласил, что через 50 лет будет еврейское государство. Вот в 1897 году возглашает он еврейское государство. Пророк, пророк, с другой стороны, величайшие центры Торы, праведности полностью разрушены. Более того, в Иоанне независимость Бесвятой Земле, что мне дается спасти? Самое Бесвятое место Бесвятой Земле. Это называется Ишуа-Яшан. Старый город. Он отдается Иорданцу. Ну, еврей может падать духом. Попасть духом. У нас есть новый золотой телец. Нужен новый золотой телец. Старый, вроде бы, Показывается там, что То, что верили раньше, это умерло, не дай Бог. И вот тут, в таких ситуациях, Как общественных, так и личных, У каждого из нас есть состояние такого Чудра себя Во тьме. Во тьме. Нам надо укрепиться в вере и знать. Это великая сила нашего народа. Не падать духом, А знать, что Всевышний царствовал И будет царствовать, И царствует сегодня. Царствует сегодня. И это, по большому счету, Это основа всего Пурима. Как-то Можги Ахравхазский Ревенщин Схус и Эгена Лаину Было за пару недель до его смерти. Но в Пурим. Сказал, что только Пурим На самом деле, можно сказать иначе, Говорит, Всевышний был, всегда един. И он будет един. И сегодня он един. И это весь Пурим. Весь Пурим. Что мы видим В Мегалатестах? В Эстер. В Эстер мы видим Совершенно страшную тьму. Памятница Эстер Берется В мерзкий царский, Царский Горем. Еврей Наслаждается Пиром До этого Гошвероша. Ужас. Ужас. Вот еще один Злит Эту самую Злую собаку Амана Муни Кланица. Вот Собираются Два Властителя мира Аман и Хашверош И Принимает Решение Так как Всевышний Спит Ешно Ешену Зачем Тщательный Еврейский Вопрос Пока Спит. Пока Спит. Об этом Горисов Горисов Мегиле Нарадаш Натамелых Что Царю Не спалось Нарадаш Натамелых Интересно Горисов Говорил Что Все Места В Могиле Где написано Просто Амелых Намек Намек Всевышнего Что Значит Не Спалось Внешне 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 Было Ощущение В мире Как будто Всевышний Спит Они Были Выше Уровня Наш Ненавистник Тогда Чем Современные Атеисты Атеисты Просто Похоронили Творца Вы Нет Просто Похоронили Они Были Не такие Дураки Аман Эх Швирош Они Отправили Его В Литургический Сон Не Были Такие Дураки Дураки Видите Что Сказано Лоя Ну Былой Шан Шой Мир И Сро Не Затревает Не Будет Спать Хранитель Израиля Зло Не Думает Что Всевышний Ушел В Зимнюю Спечку Всевышний Царствовал Будет Царствовать И Царствует Сегодня Надо Просто Удостоиться Его Милости И Тут Опять же У нас Есть Особо Важные Дни Пурима И Месяц Сандар В целом Говорится Что Есть У Еврея Какой-то Суд С Наверца Есть Вместо Время Неблагоприятное Для этого Суда Это Месяц Ав А Благоприятное Это Месяц Садар Месяц Садар Обратился Весь Месяц Из Тьмы На Свет То Есть В Этот Месяц Сейчас Сам Пурим Конечно Раскрылось Задним Числом Что Всевышний Царь И Сегодня Не Просто Мы Это Верили На Это Раскрылось Это Раскрылось Очень Большой Свет Этот Свет Который Был Тогда В Пурим Он Продолжает Вести И Дальше Вести И Дальше Это Свет Верили Верили К Творцу Что Он Сегодня Царь И Что В Самые Тяжелые Темные Периоды Нашей Истории По-прежнему Всевышний Царь Это Великое Искупление Это Вера Это Знание Это Великое Искупление Греха Золотого Тельца Я Скажу Одну Вещь Раскры Пишет Что Во Всех Тяжких Перепитиях Нашего Народа Вообще Всех Веков Всех Наказания Которые Мы Получали К этому Присоединяется Также Наказание На Грех Золотого Тельца Я Думаю Что Если Мы В Такой Ситуации Укрепляемся Верие В доверии Что Всевышний Не правит И Все Попытки Сатаны Нам Показать Что Машер Рабейный Умер Что Всевышний Спит И Дай Богу Вообще Нет Как Мы Должны Знать Что Гошем Мелых Он Царь И Царство И Сегодня Нам Надо Знать Как Эту Веру Знание В себе Укреплять У нас Есть Один Способ Единственный Один Из Самых Самых Важных Это Тема Нашей Главы ТЦВ То Что Машер Рабейный Заказал Ему Сделать Чтобы Он Позаботился О масле Для Мануры Это Объясняет Нациф Вэмэк Довар В этом Месте Что Смысл Мануры Это Намек И намек Это более чем Намек То Было Два Примета В храме Которые Касались Торы Аронакойдиш Там Был Такой Венец Намек На Корону Торы Находил Святой Святых Там Крежа Елизавета Там Также Находились Святок Тора В итоге Когда Машер Его Написал Пишут Нацим Что Мед Собеду Это Соответствует Письменной Торе Крежа Елизавета Святых Тор А вот Устной Торе Соответствует Менура И Трудно Устной Торой Тяжкой Трудно Торой Это Причина Присутствия Шхины С нашим Народом Всегда И В изгнании И Когда Муд Останется Присутствие Шхины И В изгнании То Это Цвет Нам Светит Настолько Что Он На нас Не влияет Окружающая Тьма Я думаю Что Это была Великая Сила Наш Учитель Рабицкая Зинбера Который И В Лагере Я Слышал От него Лично Это В книге Написано Он И В Лагере Учился Три Сполаги Часа Дней Он Бегал С Ведрами Чтобы Не Получился Перелив Пятнадцать Минут В час Поучиться И Так Двяносто Часов В день Из них Четвер Четвер Времени Учебы Получалось Где-то Около Трех Часов Учебы Не Бега И Когда Так Четвер Санаторой Это Причина Присутствия Шхины То Можно Рассказывать Людям В Лагере Перед Погромами Предполагались Рассказывать О Событиях Пурима Обещать Всем О Чуде Пурима И Можно Также Верить Что Эти Чудеса Проработают И Сейчас Почему Потому Что Человек Мишхина То Он Живет Не В Рамках Этого Мира А В Рамках Мира Истины Всего Хорошего Редактор субтитров Продолжение следует... Субтитры Продолжение следует... Субтитры Продолжение следует...